В связи с продлением усиленного карантина казахстанцы снова смогут рассчитывать на государственную помощь. По поручению президента за текущий месяц им начислят выплаты в размере 42 500 тенге. Правда, надеяться на эти деньги могут не все, а только исключительно нуждающиеся. Кто попадает в эту категорию, попытаемся узнать сейчас. Здравствуйте, эта программа «Сегодня» для вас работает Ануар Амангельдинов. Сегодняшние наши гости. Здравствуйте, руководитель управления координацией занятости и социальных программ Алматинской области Мурат Маржан Муратовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Также хочу представить главного специалиста Государственного фонда социального страхования по Алматинской области Амамбаева Ерлана Оралбековича. Здравствуйте. Здравствуйте. Перед тем, как начать беседу, хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Если возникли какие-либо вопросы, вы можете звонить нам по телефону, указанному на экране, или писать на WhatsApp-мессенджер. Так что ж, начнем. Первый вопрос к вам, Маржан Муратовна. Расскажите, кто может претендовать на выплату в размере 42 500 тенге? Да, спасибо. Все мы знаем, что 17 июля начался прием заявок на выплату единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий. Вся процедура по выплате 42 500 регулируется правилами, утвержденными Министерством труда и социальной защиты от 16 июля 2020 года. 42 500 ее размер, мы всем, он нам известен. Теперь кому положена данная выплата? Данная выплата положена работникам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы. Исключением из этого являются работники квази-государственного сектора со 100% участием государства, сотрудники банков второго уровня и сотрудники государственных юридических лиц, за исключением государственных предприятий на праве хозяйственного ведения. Индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ либо оказание услуг. Физическим лицам, являющимся платильщикам единого совокупного платежа, о котором мы в народе говорим ЭСП сокращенно. Это пятая категория тем, которым положена данная выплата. Спасибо. А вообще, расскажите, пожалуйста, куда направлять заявки и кто именно заявки должен эти заполнять, направлять, относить, так скажем. Так, заявки можно в проективной форме. Это которые в первом периоде оплатили единый совокупный платеж и мы назначали в проективной форме. Это, то есть, этим лицам направляется СМС в заявление и они подтверждают да или нет, отказываются или согласны с данной выплатой. И мы назначили в проективной форме. Нет, извините, простыми словами, это получается те, кто участвовал в первом потоке, как я понимаю, во время режима ЧП. Да, которые являются платильщиками единого совокупного платежа. А вот за наемных работников подают заявку работодатели. Они подают заявку через портал 42500 МБКЗ, либо через портал ИГОВ. Индивидуальные предприниматели подают заявку через тоже, через МБКЗ и ИГОВ портал. А скажите, пожалуйста, что делать, если работодатель отказывается подавать заявку за своих работников? Да, здесь разница вот этого вот второго этапа выплаты 42500 в том, что раньше работники, которые находились в отпусках без содержания, они были в праве сами напрямую подавать на назначение выплаты. В этот раз правило устанавливают, что за работников, находящихся в отпусках без содержания, подает работодатель. Если работодатель отказывается подавать, либо по каким-либо причинам затягивает подачу заявки, то работники вправе обратиться в трудовые инспекции. Трудовые инспекции сейчас у нас полностью работают, по всем этим заявкам отрабатывают. Что хорошо, пока по области таких фактов нет. Работодатели все-таки подают заявки для своих работников. Вообще на данный момент по нашей области сколько заявок подано? На сегодняшний день назначена единовременная социальная выплата на 10-70 тысяч человек. Это получается получили уже? Нет, это назначено уже. А поставлено на выплату 255 тысяч человек. Вообще в целом, если говорить о порядке подачи, мы делим 5 категорий, кому положена данная выплата. Это работники, частные предприниматели, индивидуальные предприниматели. Это первые три категории, которые рассматриваются районными штабами в районных акиматов. На сегодняшний день во всех 20 районах созданы штабы. Они уже в полной мере работают и принимают заявки. Две категории – это платильщики единого социального платежа. И по договорам гражданского правового характера они в правоактивном формате напрямую направляются уже в фонд. То есть минуя рассмотрение на районных штабах. Здесь, конечно, разница может быть в сроках рассмотрения. По первые три категории, которые проходят через районные штабы, их заявки рассматриваются в течение 5 рабочих дней и направляются на утверждение в фонд. Там дальше оплата уже производится по графикам оплаты. Примерно такой порядок. Как мне сообщает, к нам поступил телефонный звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Я вот так понимаю лично. Спасибо за ваш вопрос. Хотелось бы отметить, что если человек является безработным, то для него есть совершенно другие социальные меры поддержки. Это как пособие безработицы, это как вовлечение в активные меры занятости. То есть человек отрабатывается, получает государственную поддержку немножко в другом порядке, в других отраслях. Почему ему было отказано? На пенсионный фонд здесь смотреть нельзя, потому что средства выплачиваются не за счет пенсионных отчислений гражданина, они оплачиваются за счет фонда социального страхования. А если он является безработным, он может встать на учет в центре занятости и ежемесячно получать пособие по безработице. Да, и по правилам мы назначали и выплачивали тем лицам, которые потеряли доход в связи с введением чрезвычайного положения. А человек, получается, в декабре уволился с работы. Да, да. Это вот основной смысл и основная соль данной выплаты – это именно влияние карантинных мер. То есть это прямые ограничения, когда из-за карантина человек потерял свой доход из-за карантинных мер. Извините, к нам поступил еще один звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Субтитры создавал. Субтитры делал DimaTorzok 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 А в этот раз все так же сделал, однако почему-то не поступает Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok То да, мы назначим А вообще в случае, если гражданин, предположим, не согласен с решением комиссии Где можно это обжаловать и как это сделать? Если он не согласен с решением комиссии, он может подать жалобу в оперативные штабы, которые сформированы в районных Акиматах В случае несогласия с решением и районного штаба, то он вправе на вторую инстанцию подать уже в областные штабы Также в Акимате Алматинской области работает областной штаб, который рассматривает решения и жалобы заявителей на отказы по районным штабам Примерно сколько это времени занимает, вот эта вся процедура обжалования? Сколько рассматривается жалоба? Процедура обжалования, она рассматривается как обращение граждан, поэтому в течение 15 дней на общих основаниях Нам говорят, что есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем Слушаем вас, здравствуйте, говорите Алло, здравствуйте Здравствуйте Я хотела задать вопрос насчет того, что мы сидим дома, женщины по уходу за ребенком, почему нам не выплачиваются? Спасибо за ваш вопрос Женщины по уходу за ребенком, мы сказали, что данная выплата, она является выплатой в связи с потерей дохода То есть основной причиной выплаты данного пособия является потеря дохода Женщины, которые до одного года, достижением ребенка до одного года, сидя дома, они получают пособие до достижения годовалого возраста ребенком Но если эта женщина является работающей женщиной и потеряла свой доход в связи с карантинными мерами, за нее будет подавать работодатель, как человека, который находится в отпуске без содержания Если она работала в качестве индивидуального предпринимателя, то индивидуально будет проверяться, мониториться также пенсионные отчисления, социальные выплаты То есть этот человек прежде всего условием является потеря дохода А если человек сидит дома, он не работал, то трактуется, следовательно, доход он не терял Маржан Муратовна, такой вопрос к вам А вот сейчас в данный момент много же госпрограмм различных, которые позволяют переквалификации и так далее Вот расскажите о них подробнее, тем, кто временно потерял работу Могут ли они найти деньги в другом месте трудоустроиться за счет центров занятости? Да, у нас есть республиканская программа ЕМБЕК Данная республиканская программа, она предусматривает очень много активных мер по вовлечению безработных лиц в занятость То есть это краткосрочные обучения профессиональные, это профессионально-техническое обучение, переквалификация Это общественные работы, это молодежная практика, это микрокредитование на льготных условиях То есть с каждым безработным человеком, либо с каждым человеком, который хочет найти работу, разрабатывается индивидуальный план Извините, давайте продолжим эту тему чуть позже Сейчас поступил еще один звонок, послушаем А, хорошо Слушаем вас, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте, мы вас слышим, говорите Это же я в апреле месяце 42 500 не получил, потому что у меня в конце апреля пенсия Говорите, говорите свой вопрос до конца, да скажите, и сейчас наши специалисты ответят, наши гости ответят вам И это, короче, мне надо было там 2600 оплатить Ага, дальше Я оплатил, короче, по месту жительства, капали, я оплатил 1300 Там тоже, говорят, за пенсионный возраст Нет, какой конкретно вопрос вы хотите задать? Полностью не надо все расписывать картину Меня надо, чтобы я платил Вы, получается, ЕСП платили, да, как я понимаю? Ну вот, чтобы я заплатил, пускай вернут мне, 4000 они должны вернуть Честно говоря, не особо понятен ваш вопрос Он, видимо, оплатил единый совокупный платеж Ага Ну, не платил 1360 деньги Это сельская месяц Оплатил, чтобы получить 42 500 Но в связи с тем, что он является пенсионером, ему отказали Мы не выплачиваем социальную выплату На случай 42 500 Тем лицам, которые один раз оплатили Единый совокупный платеж И одновременно являются получателем пенсии и пособий Или социальных выплат из ГФСС Или являются получателем адресной социальной помощи Мы им не назначаем А этот гражданин теперь может свои деньги назад получить? Единый совокупный платеж не возвращается Не возвращается, да? Невозможно возвращаться А вообще, вот сколько граждане должны Сколько месяцев подряд должны платить Единый совокупный платеж, чтобы претендовать на выплату? Вы говорите, одного раза недостаточно Нет, по правилам По действующим правилам Плательщики ЕСП Ага, в этот раз, если они за первый период оплатили То есть в апреле, в мае месяце оплатили Единый совокупный платеж То в этот раз не надо им оплачивать Им сразу же поступили смс-сообщения Мы говорили, что это Проективно назначили им Им смс-сообщения поступили Они подтвердили И им мы сейчас назначили уже А если, например, они один раз оплатили Если они не ежемесячно оплачивают Единый совокупный платеж То я говорил же Если они являются получателем пенсии и пособия То им мы не назначаем социальную выплату То есть гражданин, который задал вопрос У него отказ был не потому, что он один раз его заплатил А потому, что он является получателем пенсии Получается, у него есть доход Сейчас единый совокупный платеж Те, которые оплатили в первом полугодии Хотя бы раз Им повторно его платить не надо Но платеж ЕСП должен быть именно в первом полугодии То есть не сейчас Нам поступил еще один звонок Давайте послушаем Алло Здравствуйте Здравствуйте Вот я тоже на счет 42 500 Слушаем вас Из-за карантин получали, два раза получили А в этот раз я подала, мне ответа не дают Вы являетесь платить А сколько дней назад вы подали? Вчера подала Вчера подали Ну, возможно, рассматривается На проверке Потом она по каким основаниям подала Тоже индивидуально надо смотреть Является ли она работником Является ли она человеком, потерявшим доход В данном случае Потому что все-таки это новые правила И это новый платеж А вот вы говорите новые правила Чем нынешняя выплата Именно правила нынешней выплаты Отличаются от тех правил, что во время ЧП были? Можно я, да? Да, конечно Так, на этот раз принцип выплаты Изменились В части Вот если за наемных работников Согласно указу президента Республики Казахстан С 1 апреля Некоторые организации и предприятия Освобождены были От уплаты социальных и пенсионных отчислений До 1 октября месяца В связи с тем В данное время Если по первым правилам Обращались работники Обращались работники А по этим правилам Сейчас только работодатель должен обращаться За наемных своих работников И если мы в первый раз Когда назначали Смотрели на социальные и пенсионные отчисления За последний раз в месяц Хоть за один месяц должен был Иметь социальные или пенсионные отчисления А в данный момент мы не смотрим На пенсионные и социальные отчисления По наемному работе Так как заявку подает уже работодатель Ответственно берет на себя он Осталось немного времени Возможно вы хотите обратиться к гражданам Сказать кое о чем важном Ну здесь да Мы порядок конечно объясняли О том что сейчас уже многие знают Что заявки поступают через Электронное правительство Через имбекизе Через телеграм боты В мобильных приложениях И заявителям необходимо подавать заявку Только один раз по одному средству Связи и подачи данной заявки То есть даже если по всем средствам Подать эту заявку 9 или 10 раз Она все равно будет рассматриваться один раз То есть это вызывает загруженность порталов Это вызывает загруженность того персонала Который обрабатывает данные заявки И кроме того при подаче заявлений Заявок через электронное правительство Через другие средства Необходимо правильно выбирать тот орган Который должен рассмотреть вашу заявку То есть это районные акиматы Это отделы социальной защиты районных акиматов Для трех категорий Мы конечно же ошибочно поступившие Перенаправляем Даем ответы Полностью обрабатываем Но к сожалению на это уходит время И заявитель не может своевременно получить Положенную ему выплату В этом плане конечно хотелось бы Чтобы адресаты Все выбиралось правильно Все в принципе Как я понял все делается за счет интернета Правильно? Заявки все подаются А как быть в случае того Если в деревне, в селе нет интернета Нет даже мобильной связи Порой бывает такое Ну в отдаленных каких-то селах Как там людям на селе можно подать заявку? На селе Ну сейчас Это в САБЕС обращаться? Ну в какие органы? В какие инстанции обращаться? Это можно даже обратиться В свой акимат сельского округа Поскольку в каждом Практически у нас акимате сельского округа У нас 254 сельских округов Есть уголки самообслуживания Где им предоставляется и компьютер И специалисты сельских округов Оказывают помощь, содействие В случае, если человеку трудно работать с электронным правительством Прошу прощения, говорят Нам поступил еще один звонок Еще один звонок Слушаем Алло, здравствуйте Здравствуйте Я на счет 42 500 звоню Слушаем ваш вопрос Я вот отправила Мне первые два месяца начисляли пособие А на третий раз мне что-то отказывают А ЭСП я платила В марте еще мне начислили один раз Вам отказали, наверное, из-за того, что ЭСП оплатили Потом устроились на работу, может? Нет Характер ошибки какой там? При отказе вам должны были указать на характер ошибки Основание отказа Если там бывает, что не подтверждена полная потеря дохода Не подтверждены еще какие-либо платежи То есть это по характеру отказа Надо уже смотреть И также, если человек недоволен Он может подать жалобу в районный штаб Ну, к сожалению, наш эфир подходит к концу Спасибо вам, уважаемые телезрители За ваши интересные вопросы До свидания, до новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!